бог и человек покажите и расскажите о боге научитесь пользоваться фланеграфом джим и джейн за 20 минут божья семья джим и джейн вы когда-нибудь видели всю картину целиком библейский урок узнаем о боге с джим и джейн подробно покажет вам характер бога он покажет вам состояние человека и что нужно знать об этом и почему это важно мы покажем вам с большой простотой характер бога состояние человека и то как это лично касается вас мы узнаем о боге в библии библия говорит нам что он единственный бог и достоин нашего поклонения точно так же как этот треугольник один треугольник с тремя сторонами и тремя углами бог говорит нам что он один бог в трех лицах которых зовут отец сын иисус и святой дух библия говорит что бог единственный творец всей вселенной он достоин нашего поклонения и хвалы за его великую силу библия также говорит что он свят и праведен полностью безгрешен полностью чист и нет в нем ничего что портило бы или пятнала его характер библия также говорит что так как он свет он будет судить все грехи то есть все что не соответствует его стандартам совершенства библия говорит нам что бог полностью истинен далее она показывает и говорит что истина это не только то что мы говорим но и что делаем когда бог предсказал что он сделает и так произошло значит это истина бог также есть любовь благодаря его великой любви он создал человека чтобы человек прославлял его и служил ему появился сатана искушал его съесть плод дерево познания добра и зла они не должны были есть этих плодов после того как она съела плод она предложила его адаму в результате чего они утратили свою безгрешность сейчас я уберу белую точку и поставлю черную чтобы показать что они решили не повиноваться богу и теперь более не могут наслаждаться теми же взаимоотношениями с богом тому было много последствий во первых появилась греховная природа то есть стало грех стало естественно и и это распространилось на все поколения людей во вторых земля уже не была совершенной но она находилась в состоянии постоянного разрушения и в третьих взаимоотношения между людьми как между адамом и евой были испорчены они более не были мирными и совершенными как прежде бог отдал некоторых животных которых он создал им на благо в кровавую жертву за покрытие их грехов уже тогда он сказал что для прощения грехов нужно пролитие крови но кровь животных не сможет окончательно заплатить за грех человека поэтому бог сам пошлет спасителя наконец грех также произвел пропасть между богом и человеком и уже никто не мог приблизиться к богу так как прежде в первых главах бытия бог обещал послать спасителя который на себя возьмет все грехи но еще много лет пройдет до этого в новом завете мы читаем о молодой девушки по имени мария которая сильно любила бога и пыталась ему во всем служить однажды ангел пришел к марии и сказал не бойся ибо сам бог говорит тебе ты родишь сына божьего сына и он будет мессией спасителем человечества мария ответила как такое может быть ибо я не замужем ангел же сказал дух божий сойдет на тебя и ты зачнешь и твой ребенок будет от бога а не от земного отца мария боялась что и иосиф этого не поймет но ангел сказал ей что он передаст это и ему тоже спустя некоторое время мы не знаем как долго иосиф заснул во сне ангел сообщил ему что мария беременна у нее будет сын и отец этого ребенка сам бог иосифу нужно было жениться на ней стать отчимом этого ребенка так как все дети должны воспитываться и отцом и матери иосиф был благочестивым человеком и он конечно же хотел выполнить все повеления бога он и мария поженились спустя некоторое время правительство издало указ а